ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Привет! Мы сейчас идем в офис. Мы подрабатываем вообще по интернету, поэтому нам нужно войти в офис, нам кое-что сделать, и потом мы будем ехать в страховой. Но я думаю, перед страховой мы заскучим куда-то, чего-то перекусить. Мы даже знали, куда. Смотрите, какая прикольная штука. Это метр. Американский, смотрите. Made in USA. Не знаю, не видно. Классно. Он работает. Представляете, ему уже, наверное, лет. Примерно вот этого времени. Вот эта штука где-то 30-х, 20-х годов в США сделана. Вообще, такая красивая. Смотрите, это старый-старый Word. Печатающая машинка старая. Это Excel прошлого поколения. Что тут у нас еще есть? Это приложение часы на iPhone. А вот мы где. Мы очень любим KFC. В Испании у нас не получалось туда зайти. По допустим, это очень дорого. Там стоило минимум 12-13 евро. Нужно потратить. Мы поели на 5 евро. Мы так наелись. Да, мы скучали за этим. В Испании, кстати, KFC дороже намного-намного. То, что мы сегодня взяли, мы взяли 9 стрипсов и W. Чикен. Мы потратили 5 евро, а в Испании бы потратили где-то 13. Как-то раз мы в аэропорту сели в Burger King и потратили, внимание, 15 евро на 2 бургера. Но мы были такие голодные. О, мне до сих пор жалко. Кстати, было не вкусно. Смотрите, какой у меня диван крутой здесь. Да, мы дома и живем на улице. Все, мы уже сходили в... Куда мы сходили? В страховую. В страховую. Я забыла, куда мы ходили. В общем, мы сдали все наши документы, которые у нас есть. И нам сказали, что вроде должны нам все вернуть. Они примут решение о течение 15 рабочих дней. Но мы надеемся на положительное решение. Я вообще думала, что они вернут все в евро, то есть в валюте, которую мы платили. Но они вернут все в гривни. Ну ладно. Несправедливо. Хоть бы вернули. Уже было бы хорошо. Да, потому что у нас здесь все так быстро меняется, что через 15 дней может быть компенсирующая сумма. Вообще деньгами не выйдетесь. Ага. Я надеюсь, курс не пройдет и все будет нормально. Еще, кстати, мы один чек потеряли. Вернее, мы забыли его у Димыной мамы. И отдали фотку, чек. Должно прокатить. Потому что нам сказали, не гарантировали. Они только оригиналы вообще принимают. Смотрите, неграмотная реклама. Да. Здесь новый дом. И пока они решили лифт, как сказать, запечатать. Потому что здесь все строители ездят и пачкают его. Поэтому здесь случился такой чат. Чат в лифте. Так, я выкажу, потому что у меня сейчас дверь закроют. Я сейчас иду к косметологу. Запомните меня такой симпатичной. Потому что я выйду страшной. Страшненько я выйду по той простой причине, что мне надавит все лицо. Я так это ненавижу. Но я понимаю, что с моей кожей мне нужно это делать. Да, у меня проблемы на очень кожу. И у нас на улице так холодно сейчас. И уже так рано темнеет. Я не привыкла. В Барселоне темнело где-то в часов шесть. А здесь уже в пять темно. Это минус. Но что поделаешь. Вообще, честно говоря, я не думала, что я так быстро привыкну к жизни в Барселоне. Потому что я приехала... Когда мы с Димой приехали сюда, знаете, такое чувство, как будто что-то не так. Вроде как, ну, мы дома, мы все, мы знаем, как здесь. Но как-то, блин, к хорошему привыкаешь быстро. А здесь вот эти вот суровые маршруты, наших маршруток, которые объезжают все. Там 150 маршруток на одной остановке, ни одной таблички и так дальше. Так как я пришла немного раньше, я решила, что я сейчас зайду на Писику, Майстерный, Шоколадный. Я люблю это место, люблю там шоколад. Мне очень нравится Львов вообще. Поэтому я зайду сейчас туда. И, может быть, сюда куплю. Ну, по крайней мере, кофе возьму. Заходил человек без кофе, вышел человек с кофе. Смотрите, какие красивые у них стаканчики. Очень миленько. Все, теперь пока дойду, как раз допью свой кофе и буду счастлива лежать на столе. Все, я уже справилась со всем. Я выдержала эту пытку. Как мне повезло, что сейчас темно. Вы не видите вот этого всего. Ой, ну это не свет фар. Покажу вам ресторан, в котором я работала официантом чуть больше месяца. Видели? Красиво светится. Это итальянский ресторан. Там итальянская кухня. Очень прикольный, кстати, ресторан. Но работа там сложная. Мне даже нравилось там работать, но просто мне не хватило сил. Честно, это очень сложная работа официанта. После того, как я поработала официантом, я всегда-всегда оставляю очей. И вы так же делаете. Это правда очень сложная работа. В Украине у официанта маленькая ставка. Они работают на чаевые. Видите, какие круассанчики спикла. Да ладно, я пошатилы. Я купила. Под шоколадом. С апельсином и обычной. Такие круассанчики придутся балконцам. Просто очень. Еще очень вкусно с миндалином. А пока Катя ходила там по своим делам, я как верный пес у двери ждал курьера, пока он мне принесет книгу. Я очень скучал за чтением бумажных книг. Потому что я электронные, в принципе, читал, когда я был в Испании, но как-то не получаешь такой кайф, как от ощущения книги в руках. И у меня не было возможности покупать книги там, в Испании. Опять же, мы все время сравниваем, сравниваем их. Опять же, потому что там очень дорого. Там минимум 15 евро хорошая книга. Это очень дорого, учитывая, что я книгу обычно читаю там за пару дней. И то есть постоянно покупать книги по 15 евро, это было бы очень дорого. Это раз. А во-вторых, аккумулировать их там, и потом перевозить сюда. И так мы еле-еле влезли в багаж. Это тоже было бы глупо. Поэтому я терпел, читал электронные книги. Но сейчас, наконец-то, у меня есть бумажная. Кстати, книга называется «Руководство астронавта по жизни на Земле». Вот, это не космическая книга, как мы раньше с ноги подумали. В космосе не собираюсь. Это просто мысли космонавта. Он 25 раз уже был в космосе и постоянно возвращается на Землю, там, с кем это, другими взглядами на жизнь, он с ними делится. Он как бы сравнивает жизнь в космосе и жизнь на Земле. Вот, поэтому мне было очень... Мне очень интересно, как там живут на космичных станциях и как они потом адаптируются дома. Поэтому я нашел эту книгу с хорошими отзывами и купил ее. В общем, читайте книги. Мы будем ложиться спать с Катей. Всем пока, хорошего настроения и ждать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok